Великолепный Владимирович, поздравляем вас с победой. Как оцените следующие встречи? Это никуда не годится, так не должно быть. У нас 5 или 6 игр было, которые мы просто сильнее играли. Соперникой вели в 2-3 шаймы, потом в концовках проигрывали. Неопытность какая-то, может, волнение. Ребята очень много новых в команде. Пускай учатся через такие игры, что новая команда, в принципе, в сравнении с прошлым сезоном. Пускай через такие игры учатся, растут. Хороший, позитивный момент. Если сейчас у них хватит переосмысления, если они поймут, что таким образом они могут играть все игры, то я думаю, что у нас все нормально будет. Сегодняшняя игра получилась полным антикотом. Там финансы здесь всего одна шефа. Чего это так удалось? Ну, потому что просто перестали допускать те глупые ошибки, которые дома допускают. Вот и все. После игры в разливалки были замечания и похвалили их? Ну, конечно, похвалил. За такую победу похвалил. Без замечаний. Ну, были замечания. Это в перерывах между периодом. А так у нас очередной выезд. Четыре игры. Надо сейчас поскорее забыть эту игру, порадоваться сегодня и готовиться уже к Торосу. Ваши комментарии по игре? Комментарий. 0-1. Проиграли. Первый период очень хорошо сыграли. Кучу моментов создали, но лишние передачи вот эти. Все хотим красиво сыграть. Как бразильцы, наверное. Забьем сколько захотим, а вы сколько сможете. Но потом второй период у нас пошел. Перестали играть плотно. Отсюда дали больше моментов, больше возможностей сопернику. Удаление вот этот гол. Ну, в третьем опять, как и в первом, пошли туда. Ну, как говорится, хоккейный бок наказывает за то, что когда у тебя есть возможность реализовывать все красивые свои атаки, броском, мы лишние передачи делаем, а потом она уже ходит, что она уже не идет туда. Ну, несмотря на поражение, у меня к ребятам претензий нету. Старались, бились, пластались, пытались исправить ситуацию. Все, что можно было, все вытащили. Самое главное, не вешать нос, не просыпать голову пеплом, а дальше начинают так же продолжать работать. И все будет хорошо. Спасибо огромное болельщикам нашим за поддержку, сумасшедшую поддержку. Ну, мне кажется, это ребята своей игрой доказывали, чтобы их так поддерживать. Ну, ничего страшного, это хоккей бывает. Выигрывают, бывает, проигрывают. У вас вот сегодня был очередной тренерский запрос на блокировку ватаря. И вопрос, собственно, тот же. Была уверенность или больше на удачу? Есть помощь, которая подсказывает, стоит брать или не стоит брать. Здесь тоже как-то шатко. Но рискнули, как говорится. Бывают такие, везде и КХЛ, и НХЛ, что берут запросы, но не угадывают. Угадали, но он не в этом дело. Просто то, что сами как-то, своими руками, как говорится, отдали игру. Хорошо играл соперник, не скажу, что он плохо играл, но мы где-то были посильнее, но в завершении попроще надо было сыграть. Серия была короткая из двух матчей. А вот сейчас, до выезда, без выходных, по пятому, к следующему? Почему нет? В выходные, даем выходную, несмотря даже на поражение. Месяц, можно сказать, хороший был. Чтобы ребята отдохнули, семьи побыли, построили, чтобы забыли эту игру. А дальше уже с первого числа также готовимся. Потому что пятого уже и начинается поездка пятого, тоже тяжелая.